Дорогие друзья, это видео за два дня. В первый день я надорвалась, во второй день мне даже было не отлежаться. Всё для вас, надеюсь, вам не скучно. Продолжайте смотреть. Если вы впервые на канале, меня зовут Анна, мне 47 лет, и сейчас я на них и выгляжу, наверное. Сейчас уже поздняя ночь. Моим детям 27 лет, 7 и 5, и старший инвалид-колясочник, которому 27. Я репетитор, готовлю детишек к школе онлайн. Проживаю в Петербурге, как вы поняли из названия канала. Сначала думала не снимать вовсе, отдыхать, но потом всё-таки сняла второй день, поскольку в первый день получилось буквально минутки три. Что надо сказать? Неприятного аппетита, правда? Приятного просмотра. Пишите, спрашивайте, я отвечу. Я готовлюсь скоро вам снять видео, ответы на ваши комментарии. Приятного просмотра. Дорогие друзья, мы с Тёмой приехали в кинотеатр, купили билеты со скидочкой для инвалидов и попали в зал. Но там никто нам не поможет. Там одни женщины, короче. Я пошла искать подмогу. В 9.30 был урок, а уже в 11 мы выскочили. В чём были? В общем, без приключений. Не про нас. С приключениями нашла помощника актёра. Он с нами пришёл в зал и теперь смотрит кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я закрыла руками глаза и лежала тут, но не спала. И дети сами ложились спать, а потом я начала рыдать. Это просто реально от усталости. Я ничего плохого не происходил. Отличный день. Я просто в шоке от того, как мало я могу вынести. Девочки, я спать. Всем привет. Сейчас 7.40. Будний день. Надо вставать. Надеюсь, я встану. Дети у меня услышат и тоже встанут. Всем привет. 8.20. Даня ушёл раньше нас. Даня молодец, да? Должны мы раньше. Ну скажи, зрители. Зрители. А помните, вы мне прислали, а я вам целый столбик прислала. Целый столбик стикеров Вика прислала. Молодец, Вика. Всем вам отвечает. Мы молодцы. Да? Что-то много нажимаешь. Кто молодец? Мы молодцы. Сегодня длинный день будет. Я поеду с Данечкой в полиглотике. Потом на рукопашку. Потом за тобой. А потом с тобой поеду за Данечкой забирать его с рукопашки. А у меня у тебя мало путешествий. Ну, ты маленькая, у тебя мало путешествий. Тебе много не надо. Ты в садик ходишь. А у Дани много путешествий. Первый. Снежок был. Ночью. Снежок был. Снежок. Отвезла. Сейчас 9.00. В 9.30 у меня будет урок с мальчиком. Отрабатываю машину. И мне радость, и им радость. Перемола посуду. Это у меня так перемена проходит у ребёнка одного пятилетнего. Я не убрала. Он придёт ещё раз и будет рад. А вот мой второй завтрак. Первый завтрак был рано утром. Что-то около 8.00, наверное. Вот. Положите вместо лимона апельсин. Ровно 2 часа жизни я потратила, чтобы заполнить форму на госуслугах для перевода в другой садик, который около дома. Я уже подавала сюда документы год назад. И подруга сказала, что можно попробовать ещё раз. Провела урок, и обстоятельства так сложились. Скоро мама придёт. Так что прибираем. Нет, не задвигай. Ещё остальные машинки все в паркинг поместятся. Тогда только задвинешь. Всё, прибирай. И ты чай хотел. Будешь чай пить? Да. Всё, приберёшь. Когда будет чистый пол весь, тогда я тебя жду на чай. Хорошо? Я пошла наливать. Вот, сижу я в няньках, оказывается. Внезапная ситуация. В общем, умереть не дадут спокойно точно. Девочки, я вчера надорвалась. Вот что это было. Я очень сильно надорвалась. К сожалению, Тёма очень много весит. И по льду перекатывать коляску через гроб было просто нереально. Хотя таксист очень помогал. Мы ездили на такси туда и обратно. Но и в пандус, вверх, не могу прямо. Очень тяжело. И руль, конечно, то, что я ездила утром и вечером. В садик руль очень тяжёлый. Я просто надорвалась. Я сегодня как будто по мне танки поездили. Я вообще не в себе. Так, мини-купер. Если не будем пить чай, значит, я чай забираю. И все мини-куперы обидятся и уедут. Давай, кто просил чай? Вот я тебе добавила ещё яблочко. Давай. Всё, мини-купер смотрит на тебя и ждёт. Всё. Не трогаем. Когда всё съешь, тогда потрогаешь. Ты же так просил чай пить. Когда всё съем, я с гостиком пойду играть в красивую комнату. В детскую? Нет, в детскую нельзя. Мне Даня не разрешил. Только в моей игрой. Гости ушли. Было шумно. Сейчас 13 часов. Я буду перекусывать вот такой едой. Это покупной холодец. Сало на хлеб. Маленький кусочек сала в день зимой очень полезен. Сегодня тот день, пятница, когда я тратила на каршеринг 1700, чтобы провести Даню по двум кружкам незамедлительно. То есть такси там не получается вызывать. В это время нельзя рассчитать, когда оно приедет. Поэтому я брала каршеринг и не отпускала. Вы помните эти безумные затраты. 1700 выходило каждую пятницу. Плюсом к этим кружкам, которые вы меня гнобите, что непосредством я живу, я хочу, чтобы мои дети учились, поэтому они посещают эти кружки. Если бы я могла найти еще больше денег или возможностей, или бартера, или хоть чего, они бы занимались еще больше, потому что они это спокойно выносят и даже им нравится. И сегодня я не буду тратить деньги на каршеринг, а поеду на машине, которую дала мне соседка. Вот это были ее два пацана. И уже я должна заправить бензин. И помимо бензина больше я ничего не вложилась. Ну, кроме того, что я провела урок еще сегодня с этим мальчиком, со старшеньким. Мы читаем, он очень похож на Даню. Одним глазом в книжку, одним глазом в другое место. И читает очень быстро, схватывает у меня страницами. Обычно я за урок с маленькими детьми прохожу одну страницу. С ним мы проходим 3-4 страницы. На следующий день выясняется, что он все усвоил и может читать дальше. Я в шоке. Вот как Даня, такой же шилопопый товарищ, очень хорошо воспринимает информацию. Хотя с ним никто не занимается. Нигде он не занимается. Вообще никогда. Только в садик ходит. Поэтому сегодня поеду я облегченно. Не буду тратить 1700. И я дико этому рада. Вот. Соседка попросила меня сказать, со скольки я заберу машину. Я ее заберу с трех. И верну я ее где-то в шесть или позже. Но она ей не нужна, она ей сейчас не пользуется. И она попросила отвезти мужа после семи вечера. Далеко-далеко за город. И я отказала. Все прошло успешно. Тема, что хочешь? Пойдем чудо попить. Нельзя? Можно попить чудо. Но я пойду в комнату отлеживаться. Все. Когда-то я должна отлеживаться. Курица в духовке. Я тебе чай налила. Тебе чай не устроит, что ли? Не устроит. Печень. А у тебя голова вчера болела от того, что мы в кино сходили? Ну, мигрень. Мне кажется, что и руль тяжелый. Но сейчас вот она сказала, что это электроусилитель. А как может быть электроусилитель такой тяжелый? Или мне вообще все тяжело вот так вот рукой? И из-за того, что два раза на машине ездила, из-за того, что в кино сходили. Да. Двойная нагрузочка. А Мина тоже электроусилитель? Ну, вот я не знаю. Наверное, электроусилитель тоже разный. Потому что только в огромных машинах они легкие. Красота на улице. С девочками разговариваю. С моими, с тремя тысячами, восьмиста девочками и мальчиками. Короче, лягу я, наверное, сейчас. Мне кажется, что сейчас придет Даня, и я не успею отдохнуть. У меня в связи с этим начинается паника, реально. Вот. Я не отдохнула, короче говоря. Следы жизнедеятельности двух детей. Но они, надо сказать, очень старались убрать. Очень старались убрать. Два стула у меня. Вот так мы учимся. У меня теперь не онлайн уроки, а есть и живые уроки. Вот. Тут они убрали вот этот вот паркинг с машинами. Мама помогла. Ну, не очень что-то быстро идет, но идет. Как-то. Значит, идем кушать курицу. И мы с Данечкой уезжаем минут через сорок пять. Где-то так. Мама, посмотрите, что мне Дана подарила. Да, она подарила? Двух холодных водочек. О, Боже. Зачем тебе? Ну, нужны. Голова медведя приклеена на одном таком. А, для поделок. Понятно. Тут они играли, видишь. Но более-менее прибрано. Ничего страшного не сделано. Что, все хорошо. У тебя ровно десять минут на письмо. Вот я пока одеваюсь, ты пишешь все. Чтобы вечером осталась только математика. Лиза, домой! Я только что осознала, что когда есть машина, можно еще и продукты покупать. Это вообще так экономно. Вот заказываешь, надо минимум на тысячу или на полторы, чтобы доставка была бесплатная. Ну, в пятерочке, например. А тут я взяла в самом, типа, дорогом магазине, в красном и белом, купила всяких полезных вещей. Йогурты, колбасу, хлеб, булку, замороженные овощи. Получилось пятьсот с чем-то рублей. Это же как круто. Я сейчас положу в машину. Если бы каршеринг был, мне не положить в машину. Вообще крутяк. После полиглотиков человек отправлен у меня на рукопашку. Что-то он сегодня не в настроении. Сказал, не идет никуда. Сидел в машине, рыдал. Слезами обливался. Я говорю, а что ж ты мне дома не сказал? Вот, говорит, там какой-то мальчик его толкал. Мальчик сильнее. Даня проиграл в какой-то игре. Я говорю, надо доходить абонемент. Говорю, пару раз. Сейчас спросила, шесть раз осталось у нас оплаченных на рукопашном бое. И сейчас там четыре мальчика. Они один. Был всего лишь один. Поэтому как-то наше прощание прошло с треском. В качестве подбодрить ребенка, купила ему воды. Он дико рад этой воды. И пошел. Он и еще три мальчика. Ну, посмотрим. Пока он раздевался в гардеробе, я поговорила с тренером. Объяснила вот это все. Он сделал большие глаза. Я сказала, работайте. Ну, чтобы он не подумал, что я жду сейчас каких-то объяснений. Мне ничего объяснить не надо. Мне надо, чтобы ребенок бежал. Но у меня, кстати, синенькая. Иду в садик. Как? Вот так? Ну, хорошо. Так, так, так. Ну, все. За твою пятерку. Спасибо. Еще надо второй купить. Еще надо второй купить. Открой ей неизвестно что, пожалуйста. Я увидел поплату. Ну, повезло. Слава богу. Это неизвестно что покупаем. Покажи. Покажи. Так, пятница, вечер. Просмотр кинофильма. Садимся досматривать холоп один, который мы перестали смотреть из-за того, что Вика все приняла за чистую монету. Теперь я ей все объяснила, и она теперь поняла, что это не по-настоящему. Здесь центр управления. А что не работаем? Тихо. Сейчас я вас сфоткаю. Потерпите, он идет уже. Огромный. Иди ко мне. У меня тут шарики. Где? Да, ой, мистер, господи. Ой, шарики что-то сдулись. Холодно было, что ли? Резко. Резко сдулись. Сколько они простояли? С первого декабря. Два месяца ровно. А это чья вата, да, Нина? Так, и у детей. Вы что, уже съели? Я же вам к фильму. Было две груши и яблоко. Все. Все. Неделя закончилась. Можно отдыхать. Холоп-2 мы посмотрели вчера в кинотеатре. Это мое сидение. Что ты сразу не сказал? Тут я буду. Лежи, топись. Пошла топиться. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok